Этот двухметровый зверь бокса из Китая вас просто шокирует. Познакомьтесь с Джаном Джилеем, боксером супертяжелого дивизиона, который стремительно набирает обороты. Ростом в 2 метра и с весом 116 килограмм, 40-летний боец из Поднебесной врубает все, что попадется ему на пути. 26 побед, 21 нокаутом. Его сила просто поражает. Новоиспеченный чемпион по версии WBO, китайский боксер сего в шаге от громких противостояний, поэтому давайте ближе знакомиться с этим монстром и на деле рассмотрим чудовищную силу Большого Взрыва. 40 лет. Возраст, в котором большинство профессиональных боксеров теряют свою былую силу, постепенно уходя в закат. Но это правило, видимо, не касается новоиспеченного, обладателя титула WBO, китайца Джана Джилея, который, несмотря на свой солидный срок, только сейчас пробил свой путь к боксерской элите. Большой Взрыв, прозвище нашего героя, намерен уже в ближайшее время занять свое место в Большой Четверке. И такие боксеры, как Тайсон Фьюри, Деун Тей Уалдер, Александр Усик и Энтони Джошуа, в особенности, к нему мы вернемся чуть попозже, должны быть начеку. Я очень уверен, моя цель – стать абсолютным чемпионом мира по боксу. Сейчас я всего в пару шагах от этой цели, поэтому буду тренироваться усерднее. Я стану сильнее и надеюсь, что смогу победить Александра Усика и стать первым чемпионом по боксу в истории Китая или даже Азии. Родившийся в 1983 году в провинции Хэнань, Джань с самых малых лет выделялся своими габаритами. В возрасте 13 лет его рост составлял 180 сантиметров. Вначале родители планировали отправить его на греблю, но наш герой за короткое время умудрился вымахать на 10 сантиметров, что сделало его неподходящим для этого вида спорта. Но он оказался невероятно привлекательным для бокса, который в конечном итоге наш герой выбрал. Результаты в кулачном ремесле не заставили себя долго ждать. В 2003 году Джан завоевал титул чемпиона Китая, а на Азиатских играх 2004 года сумел завоевать бронзовую медаль, став одним из трех китайских медалистов на соревнованиях. Эти результаты вывели его на мировую арену. Олимпийские игры 2008 года сложились для Джиллея весьма успешно, ведь он без проблем одолел трех первых оппонентов. Однако в финале Джиллея столкнулся с великим итальянским любителем Роберто Камарелли, который остановил его в четвертом раунде. И китаец по итогу получил серебряную медаль. Эта медаль сделала Джиллея одним из четырех медалистов из-под небесной. Вместе с Джо Ши Мином, Канати Силаму, теперешним Канатом Исламом, кстати, и Джаном Сяопином. Несмотря на то, что бокс в Китае не особо популярен, Джиллея после Олимпийских игр не ушел из спорта. В 2009 году он выиграл золотую медаль на чемпионате Азии. В этом же году Джиллея завоевал бронзу на чемпионате мира. Все стремления боксера были направлены на Олимпийские игры в Лондоне. И через азиатскую олимпийскую квалификацию в Астане он все же попал на желанные игры. Там Джиллея выступил достойно. Однако во втором бою проиграл будущему обладателю золота Энтони Джошуа. В 2014 году наш герой наконец-то переходит в профессионалы, подписав контракт с компанией Dynasty Boxing Promotion. Его дебютным боем стал поединок с Кертисом Ли Тейтом, который закончился фарсом. Противник упал после несильного удара в плечо. Начальную стадию карьеры Джиллея проведет в хорошем темпе, выступив целых пять раз, включая удачную победу решением судей над Хуаном Гудом, который проиграл Джиллея в финальном раунде. Бурная деятельность продолжилась и в 2016 году, когда Джиллея вернулся в Китай, чтобы победить Давида Касвару и Гагита Гаргалица, а также сразиться в США, где он одержал заметную победу над Галеном Брауном. К началу 2017 года Джиллея увеличил свой рекорд до 13.00. 9 побед нокаута. Китайский левша начал постепенно знакомить себя с заокеанской публикой. И до сегодняшнего дня набил рекорд, состоящий из 26 побед, 21 из которых он одержал нокаутом. Несмотря на свой солидный возраст, боец не только набирает обороты. Даже такой талантливый боец, как Джозеф Джойс, не смог ничего противопоставить этому монстру, дважды проиграв нокаутом и упустив свой чемпионский титул. Ну а теперь давайте узнаем, за что же именно прозвали Джана большим взрывом. В подворке самых брутальных в Урбании китайского Халка. Дебютный бой китайца явно был постановочным, потому что бой закончился, едва начавшись. Джиллея отправил нокаут парня, попав в его хрустальное плечо. А рефери помакал рукой, едва парень упал на землю. Сомнительный дебют, но для начала сгодится. Сомнительный бой китайцев. Следующий бой Джиллея был против индонезийца Дэвида Касвара. Разница в габаритах была колоссальной, и уже с самого начала было понятно, кто победит. Джиллея сразу занял центр ринга и начал теснить противника. После небольшого размена Джиллея отправил его в нокдаун, двойкой попав прямо в голову. Индонезийца с трудом встал после такого, но практически сразу снова упал от левого прямого китайца. Победа техническим нокаутом. Следующей жертвой китайского монстра стал американец Галлен Браун, который ничего не смог противопоставить Джану Джиллею. В январе 21 числа 2017 года Джиллей провел бой за вакантный титул WBO Oriental в супертяжелом весе против Питера Грэма у себя на родине. Стражение началось с небольшими обменами ударами и разведки дистанции. Однако Джиллей попал по сопернику правым боковым во второй половине раунда. Питер едва встал на ноги после этого удара, но не пришел в себя в полной мере. Китаец вновь набросился на соперника, и Питер снова оказался на полу. Но на этот раз окончательно. Победа нокаутом. 29 апреля 2017 года. Бой против Марка Брауна. Нокаут в первом раунде. В этот раз бой состоялся в Америке, а соперником выступил никому неизвестный Кертис Харпер. С первого раунда заряженный Джиллей вел бой, настойчиво наступая на противника и контролируя дистанцию. И в середине второго раунда китаец сильно потряс своего визави, начав серию мощных ударов и завершив мощной правой прямой по цели. Кертис был ошеломлен такой атакой, но все же стремился продолжить бой. Но было уже слишком поздно. Рефери остановил поединок. Решение выносит судья на ринге, объявляя о том, что поединок завершен досрочно в первом же раунде. 20 июля 2018 года. США, штат Айова. Джан Джиллей сразился против немца Ойгена Бюхмиллера. Джан Джиллей провел свой первый защитный бой против Дона Хейнсворта. С самого начала боя Джиллей находился в своем привычном темпе, занимая центр ринга и контролируя дистанцию. Дону оставалось только защищаться и ждать момента для нанесения контратаки. В то время как Джиллей сохранил свое лидирующее положение, и всего за 10 секунд до конца раунда он успел нанести несколько хороших и точных комбинаций. Во втором раунде бойцы были более активными и разменивались в клинче. Во второй половине раунда Джиллей отправил Дона в нокдаун, использовав апперкот и правый боковой удар. В третьем раунде у Дона не осталось сил, и Джиллей активно натиском прессинговал его. В конце концов, рефери остановил бой. Победа была одержана техническим нокаутом. Бой против Дэйвина Варгоса, нокаут в четвертом раунде. Опа! Приехали! Опять же, друзья, это был вопрос времени. Все, не мог, все плохо. Первый раунд боя между Джаном Джиллеем и Крейгом Льюисом прошел в медленном темпе. Оба бойца осторожно выбирали моменты для атаки, но во втором раунде Джиллей прижал Льюиса в угол ринга и одним мощным левым ударом ошеломил его. Льюис все-таки смог продолжить бой, но вскоре Джиллей повторил свой успех и нанес еще один сокрушительный удар. После чего угол Крейга отказался продолжать поединок. Победа техническим нокаутом. Бой Джана против Скотта Александра прошел удивительно быстро. Всего за две минуты первого раунда Джиллей отправил Скотта в нокаут своим коронным левым прямым. Следующий поединок Джана был запланирован с обладателем временного пояса WBO Джо Джойсом 15 апреля 2023 года в Лондоне. В преддверии схватки эксперты не давали шансов китайцу, которому уже стукнул саракет. А вот его соперник Джойс был явным фаворитом данной встречи. Моложе на четыре года Джойс шел с победным маршем. В предыдущем поединке он одолел Джозефа Паркера и забрал вакантный временный пояс WBO. Однако боксерский вечер в Лондоне принес много сюрпризов. Бойцы с самого начала боя вступили в размен. Такой стиль был близок Джану, и во втором раунде он даже потряс Джойса левым прямым. В пятом раунде Джойс вынудил Джана перейти в оборону и играть на контратаку. Однако мощные удары Джана не прошли мимо, и глаз Джойса почти закрылся. В начале шестого рауна доктору пришлось проверить бойца и разрешить ему продолжить бой. А в середине раунда рефери снова остановил бой в связи с травмой Джойса. И после проверки доктора бой был окончательно остановлен. Китаец стал новым чемпионом по версии WBO. 23 сентября 2023 года Джилей встретился с Джо Джойсом для защиты своего пояса и долгожданного реванша. С самого начала боя Джилей действовал спокойнее, но уже во втором раунде он начал набирать обороты, невероятно давя на Джойса. Третий раунд был настоящим поворотным моментом. Джилей почувствовал свою уверенность и стал теснить своего соперника, держа его на удобной для себя дистанции. В финале раунда китайский боец увидел прекрасный шанс и нанес Джойсу страшный удар справа. И по итогу Джойс терпит очередное поражение нокаута. Под звуки аплодисментов Джилей одержал сенсационную победу. Больше никто не сомневался, что он настоящий чемпион. Джилей – талантливый и сильный боксер, да еще и панчер, дерущийся в стойке левши. Он невероятно легок, несмотря на свой возраст и свои габариты. Однако есть несколько вещей, которые он должен улучшить, такие как защита и выносливость. Однако с другой стороны, это только добавляет некий шарм его стилю ведения боя. Но, честно говоря, в его возрасте 2024 должен стать решающим в плане крупных боев. Если год будет богатым на большие имена, это откроет перед ним множество возможностей. Но еще раз, время не на его стороне. Джан Джилей, вероятно, не станет лучшим тяжеловесом на планете. Но свой большой вклад он уже привнес. Благодаря ему тысячи детей из Поднебесной заинтересовались боксом. Джилей, один из первых, дал толчок развитию этого вида спорта. А это куда ценнее всех этих поясов. Субтитры сделал DimaTorzok